Я с пяти лет Пуду Рахматы Ако Ошера Апакусни и эту семью знал с пяти лет. Пуду Рахмат Куна Лаяков работал в торговле, много людям помогал, учеников много выпустил. Один из них Яша Рафаэлов и Ако Рафаэлов Кимар. Очень он уважал как второго отца, потому что по нашим еврейским законам мастер Устов второй отец считается. И насчет Ако Яков я могу долго говорить, потому что с ним, с его отцом много лет для хлеба и соль. Порядочные люди, коротко ясно, все входит сюда. Я пять минут расскажу вам один диверритора. Этот диверритора всегда мы рассказываем на средневный и на тридцедневный день памяти. Успокаивающий. Человеков и этот мир создают трое. Родители, отец, мать создают тело человека, а дух на шуму дает Всевышний Ашель. И когда дает это на шуму, дух говорит Ашель Нотан Ашель Лока. Когда нужен, это на шуму я даю, когда нужен я забираю. Есть один пример книги Пирки Алон. Недавно мы закончили эту книгу читать, потому что каждый год, как песок кончается, до шуму. Есть семь неделей, 49 дней, но шесть субботы имеет. Вот это шесть суббота, читаем эту книгу Пирки Алон. Получение отцов. В Иерусалиме жил сильнейший мудрейс Торы. Его звали Рабан Юганом Бедзакай. Рабан Юганом Бедзакай прожил 126 лет. Но такой 126, если я никому не желаю. Почему? Потому что у него были 10 детей. Все умрали при нем. Не дай Бог, никому. И когда последний сын у него умер, 10 учеников собрались, сказали, что пойдемте немножко успокоим своего Рабая. Пришли 10 человек. Первый ученик сказал, я зайду, успокою своего Рабая. Зашел Рабай, Рабай, вы не молодой. Много не плачьте, много не переживайте. Такой случай был у первого Адама, который назвали Адама Решон. Его мать не родила. Сам Бог создал его. У него такой случай был. Второй сын, Гемель, в молодом возрасте умер. Он этому ученику ответил, дорогой мой ученик, ты пришел, хотел меня успокоить, но напомнил сын Адама Решона, ты мне хуже сделал. Второй ученик нашел. Рабай, Рабай, вы же знаете, у Арона Куэна, брата Муши Рабину, двое сыновья, очень в молодом возрасте, неженатие, погибли в Мишкане. Он этому ученику тоже сказал, дорогой мой ученик, ты пришел, хотел меня успокоить, но напомнил сыновья Арон Акуэна, ты мне хуже сделал. Третий ученик зашел. Рабай, Рабай, вы же очень хорошо, что вы знаете, у Дамит Америка царя, 20-летний сын Алшо Ломуми, он мне ответил, дорогие мои ученики, каждый из вас заходите ко мне и напоминайте молодые ушедшие от нас, мне хуже делайте. А один умный ученик, бегом зашел к нему, бегом зашел к нему, Рабай, Рабай, я пришел к вам с одним вопросом, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Рабай говорит, я в таком положении, у меня такой случай, ты ко мне пришел с вопросом, ученик говорит, Рабай, этот вопрос мне дал и сейчас мне ответит. Рабай говорит, а что за такой срочный вопрос, ну говори. Ученик говорит, 6 месяцев назад, один говорит, богатый человек города, мне говорит, тут у нас один большой, дорогоценный камень, блядь, и сказал, что сохрани на несколько время, перед тем, что...